Сейчас сразу скину еще ссылочку на Яндекс.Диск презентации, если кому-то нужно будет. Вы ее можете там найти. Зовут меня Екатерина Александровна, фамилия Венгер. В данный момент являюсь педагогом-психологом реабилитационного центра для несовершеннолетних. Работаю как с нейротипичными, так и с нейроотличными детьми. Ну и также по совместительству преподаю. Иногда бывает такое. Сегодня поговорим об использовании нетрадиционных методов развития когнитивной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста. Хочу немножко обратные связи. Может быть, кто вы по профессии, чем занимаетесь. Буду стараться в чате отвечать на вопросы, если такие будут. Но так буду сначала что-то рассказывать, потом возвращаться к вам в чат, чтобы не сбиваться. Так как психолог, сегодня больше будем говорить все-таки о психологических нетрадиционных методах. И затронем не только когнитивную сферу, но и эмоционально-волевую. Так как в целом при психологии возрастной развития все эти сферы очень тесно связаны. И опять же там про сенсорное развитие поговорим. Потому что, знаете, даже если трудности в запуске речи у ребенка, то это может быть даже не то, что у него как-то что-то идет не так, а есть сенсорное какое-то голодание. И не развита вот именно эта ступень, если вспомним пирамиду обучения. Так, сейчас вернусь к чату, немножко с вами поздороваюсь. Ага, Дмитрий, спасибо за вопрос. Дмитрий, вот в чате написал, в чем основные отличия нетрадиционных методов и традиционных. Отличие в том, что все-таки традиционные методы, это которые более экспериментальные, которые более научные. Это связь, ну, это вот какая-то, знаете, размытая такая граница, грань, где традиционные, где нетрадиционные. Далее там и в слайдах, да, посмотрим с вами. Но нетрадиционные, это с такой, скажем, какой-то маленькой изюминкой, да, которые больше мотивируют детей в сфере познания, да, и чтобы лучше развивались когнитивные функции, которые не всегда используются практиками, да, как вот в экспериментальном методе. Но расскажу такую историю. Недавно была в гостях у коллег, которые занимаются тяжелыми множественными нарушениями у детей, развивают их, да, и вот они работали с фасолью. И я говорю, о, это же такой замечательный нетрадиционный метод развития, да, вот ребенка, его сенсорных способностей, да, и всего. Они говорят, очень даже традиционные, да, поэтому четкой границы, Дмитрий, такой нет. И я думаю, что вы даже в тех методах, которые я вам сегодня расскажу, я буду давать вам реальное упражнение, потому что так как больше практик, несмотря на свою преподавательскую деятельность, да, но больше я все-таки практический психолог, я люблю практические упражнения. Так, Дмитрий, спасибо, что со мной контактируете, да, это очень приятно. Смотрите, если кто-то не согласен со мной, да, Дмитрий, даже если вот вам, вы не согласны с моим ответом, то вы можете писать. В этом ничего страшного нет, да, потому что, опять же, несмотря на объективные факты, все время есть субъективное, да, то, с чем мы, как бы, понимаем немножко по своему информациям. Так, пока не ушел вопрос, какие преимущества имеют нетрадиционные методы работы с детьми перед традиционными. Ну, я уже упомянула, да, Дмитрий, что нетрадиционные, они больше мотивируют ребенка, потому что это необычно. Да, а детей что увлекает? Даже, знаете, когда дети играют с какими-то игрушками, например, да, они им начинают надоедать, и потом, если мы эти игрушки прячем, да, и через какое-то время заново достаем, то у ребенка появляется новый интерес, потому что он уже забывает, да, про те игрушки, так и с нетрадиционными методами. Когда мы в занятия вносим что-то новое, необычное, да, нетрадиционные методы включают в себя, там, использование каких-то материалов живой природы, например, там, шишки, каштаны, желуди, я такие упражнения буду рассказывать. Ну, давайте по слайдам. Дмитрий, я ответила на ваши вопросы, если нет, задавайте вопросы, если вы не согласны со мной, тоже высказывайтесь, будем обсуждать, чтобы не было никакой-то недосказанности. Так, всем добрый день, очень приятно. Любовь. Для тьютера, да, для тьютера подходит, ну, смысл, какую вы цель в тьютерстве, в этих методах, как бы, используете? Во-первых, да, сопровождаете какого ребенка, да, с какими, ну, немножко, да, чем отличается он от других, и, опять же, все зависит от этого. Какие возможности развития у ребенка, вот. Потому что если мы говорим про тьютера, то тьютеры чаще всего бывают люди, которые работают с нейроотличными детьми, да, которые немножко не похожи на большинство, и поэтому все зависит, что там происходит у этого ребенка и какими моментами он отличается. А так, в целом, конечно, подходит, потому что будут, я могу рассказывать на примерах, да, как такие упражнения могут использоваться с детками с синдромом двигательной гиперактивности с СДВГ, да, и с аутическим спектром, да, тоже постараюсь. Но, опять же, что даже вот эти, да, детки, они могут различаться по степени выраженности вот этих отличий, поэтому это тоже стоит учитывать. Ну, я уже сказала, да, следующий слайд. Буду не по слайдам, да, буду рассказывать, слайды больше делаю для вас, чтобы наглядная информация, да, как-то еще была, воспринималась с вами, потому что так легче устроено восприятие, и, опять же, если человек обладает более развитым визуальным анализатором, да, то им так легче вообще воспринимать информацию, чем я что-то говорю. Как сказала, да, что нейро... нетрадиционные методы работы с детьми, они отличаются тем, что немножко другое взаимоотношение между педагогой и ребенком, да, и немножко другие материалы используются. Кто-нибудь, может быть, сталкивался, да, в работе с нетрадиционными методами своей, да, может быть, кто-то... я буду там рассказывать про методы, которые чаще все... ну, многие, кто используют, говорят, что это традиционный метод, поэтому я просто делюсь опытом, да, делюсь с вами, как я это вижу, и хочу, чтобы информация была вам полезна в деятельности. Нетрадиционные занятия, опять же, повторюсь, да, что это более сильный стимул, чем в традиционных занятиях, потому что мы немножко вносим что-то новое в занятия, да, используем те вещи, которые непривычны были для занятий у ребенка, да, с занятиями, тем самым его внимание лучше можем удерживать, лучше мотивируем, и, опять же, это является плюсом для развития когнитивной сферы. Понятно, да, что такое когнитивная сфера? Это память, внимание, мышление, да, и развитие познавательных функций. Детям всегда, ну, главное для детей – это что заинтересовать. Если сталкивались с детьми, которые, например, и есть трудности с обучением чтению, да, то у детей часто возникает такой страх, что я не могу читать на него, там давит общественность, давит окружающее, а когда мы ему предлагаем что-то необычное, да, и если, опять же, вспомним, что ведущая деятельность все-таки у детей, да, школьного возраста – это игра, да, но и, опять же, что и в младшем школьном возрасте все эти, опять, границы нечеткие, да, она не факт, что перейдет на ведущую деятельность обучения, все равно там игра оставляет свое место, да, и поэтому с игрой обучать ребенка намного проще, и вот в этом нам помогут нетрадиционные методы в наших занятиях. В занятиях должно быть несколько смены деятельности, но это, опять же, не обязательно, да, используя какие-то новые методы, все равно будет деятельность меняться, да, но лучше упражнения менять, чтобы внимание переключалось, и мы могли легче удержать. Там будут разные упражнения, да, которые связаны и с двигательной активностью, и, опять же, с тем, где надо четко выполнять, уметь выполнять, да, формировать, так скажем, да, дети не умеют четко выполнять инструкции сначала, да, это как такой сформированный навык. Вот кто спрашивал про тьютера, возможно, вы работаете с нейроотличным ребенком, да, который отличается немножко от других деток. Так вот, часто у таких деток очень тяжело формируется выполнение инструкции, и мы часто сталкиваемся с такими детками, начинаем вместо того, чтобы учить их социализироваться постепенно и понимать их потребности, да, и что где происходит, мы начинаем ошибочно, да, развивать что-то там, ну, те же когнитивные функции, а он еще не готов к развитию, да, там, супер-пупер речи, если у него задержка там какого-то речевого развития, не готов выдавать нам хорошую память, да, не готов долго концентрироваться, потому что, например, сенсорика недостаточно есть, как я говорила, сенсорный голод, да, и вообще, как бы, главное – это его уметь социализировать, и чтобы он готов к восприятию этой информации, поэтому вот нетрадиционные методы тоже в этом хороши, потому что они очень легкие, доступные, вот, наверное, к вопросу еще Дмитрия, да, я буду сейчас давать упражнения, которые вы можете сделать из подручных каких-то средств сами и использовать в своей деятельности. Упражнения будут по разным возрастам, ну, то есть к разному возрасту, да, но, опять же, надо смотреть на возможности, да, ребенка, как готов он к выполнению того или иного задания, или это рано ему, а может быть, наоборот, да, там будут вот упражнения дальше от того, что детки от одного года должны, да, это выполнять до двух, но конкретный ребенок, все детки разные, мы все вообще разные, а тем более, если взять детей, и это не от них зависит, это зависит вообще от развития психических процессов, от развития головного мозга, да, как он развивается, всех структур, да, нашего головного мозга, и поэтому надо всегда в упражнениях, используя традиционные, нетрадиционные методы, да, это учитывать. Еще про нетрадиционные методы, да, скажу, что психология все-таки наука такая, довольно-таки неточная, да, это наука, потому что, ну, если вы сейчас вспомните, то она образовалась в 1879 году, когда Вунд свою экспериментальную лабораторию открыл, но точных методов в этой науке, в данной, нет, поэтому, ну, тоже, да, где традиционные, где нетрадиционные, потому что очень много школ, очень много подходов, да, в психологии, есть наша советская, российская школа психологов, да, которая так вот трактует, да, все действия, есть зарубежная школа психологов, и поэтому нет точных, четких методов, где мы можем говорить о традиционных, да, где там о нетрадиционных. Плюсом нетрадиционных игр это то, что они очень легко могут выполняться, да, и они из таких материалов, которые вообще доступны нам в обычной жизни. Для этого нам ничего не надо суперсверхъестественного, да, не надо каких-то знаний, как, например, если использование нейропсихологических каких-то методов. Ну, вот многие спорят, хотя я спокойно к этому отношусь, что для использования нейропсихологических методов надо определенные там знания, навыки, да, надо различать, где есть как диагностические, да, упражнения, а где есть именно коррекционные, то здесь к вам с таким вопросом никто не подойдет, да, что вот вы не обладаете знанием и не знаете три блока лурии и как они работают, да, поэтому работать с этими методами нельзя, нет, все просто. С этими методами можно работать всем, они доступны, они легки в использовании, и, ну, любой может это применять в своей деятельности, и как музыкальный, да, там работник, как логопед, так психологи и воспитатели. Ну, наверное, все знакомы, да, если кто-то знаком, я повторю, да, может быть, вы найдете что-то новое, если кто-то знаком, можете написать в чате, как вы работаете с шариками Marbles, ну, это вот такие шарики, такие стеклянные, кругленькие, они бывают разной формы, ну, с английского Marbles переводится как мраморные такие, они очень всегда привлекают внимание детей, детей как нейротипичных, так и нейроотличных, потому что они яркие чаще всего бывает, если у кого-то есть, например, кто-то разводит рыбок, да, часто эти шарики вы можете встретить, как шарики для аквариума, например, да, есть шарики, вот, которые на рисунке, на фотографии представлены, да, они называются кабошоны, они такие сделаны в виде шляпки-гвоздя, немножко с заостренными такими уголками, да, они немножко отличаются по форме. Вот шарики Marbles, они тоже различные по форме, сейчас я у меня тут, они есть, вот сейчас вам покажу, например, вот тут вот в виде звездочки, да, они разные-разные. Если вы будете искать их, то они свободно продаются в продаже, да, их можно заменить, например, если кто-то увлекается, да, там, камушками какими-то и раскрасить, это не обязательно про именно шарики там, да, или камушки Marbles, это могут быть любой, может быть любой материал, который вы можете использовать в дальнейших упражнениях, которые я вам расскажу. Ну, изначально хотелось бы вам показать вот этот контейнер с манкой. В слайды я это не вставляла, просто сейчас объясню, как это можно использовать в работе и для чего такой контейнер, ну, они продаются в хозяйственных, да, каких-то магазинах, да, в любых они магазинах есть на самом деле. Величину вы можете выбрать сами, и обычно, наверное, все привыкли, что можно работать только с песком, да. Нет, тут можно работать с манкой, это хорошее сенсорное развитие для ребенка, и в эту манку можно помещать шарики Marbles. Работа может делиться вот как вам хочется, да, можно, например, туда поместить эти шарики Marbles и сказать ребенку, чтобы он там их поискал, да, достал все, потом попросить посчитать. Опять же, если он уже знает, что такое цифры, да. Если ребенок, например, не готов к выполнению этой инструкции, то он может просто туда погрузить свои руки в эту манку, она мягкая, как песочек, и просто вот именно на развитие мелкой моторики, да, чтобы вот, опять же, сенсорики, просто ощущения вот эти испытать, да, и чтобы там были эти шарики Marbles. Туда можно поместить какие-нибудь игрушки, и, например, с этими игрушками, чтобы он в этой манке играл, не обязательно это будут, да, вот шарики. Можно даже какие-то сценки, да, придумывать там с этой манкой. То есть, ну, вот такой вот вариант работы, да, как при участии Marbles, и можно их даже не брать сюда. Да. Так, ну, давайте про следующее упражнение. Следующее упражнение – эти шарики можно выкладывать по, ну, как циферки, да. Тут пример, но это картинка из интернета. Я не делала свою фотографию, да, хотя очень люблю эту работу. И такие шарики, они, я говорю, все время увлекают. Цифры можно выкладывать как именно для того, чтобы формировались знания о цифрах, да. Они могут быть одного цвета, могут быть разного цвета. С помощью Marbles можно формировать и цветовосприятие, и познание, например, формирование знаний о различных геометрических фигурах. Мы можем раскладывать разные геометрические фигуры, ну, из шариков Marbles, да, просить, ну, показывать. Мы можем одного цвета, например, красного сделать круг, сделать квадрат, и чтобы ребенку показать вот красный круг, красный квадрат. Почему, да, затрудняется чаще? На самом деле, ведь у ребенка вот этот познавательный путь, он очень сложный. Это мы все с вами знаем, да, умеем ходить, и для нас кажется, ну, что тут трудного, да, выучить цвета или выучить геометрические фигуры. Но если кто-то вот вспомнит, как он начинал, например, водить машину, да, и как это тяжело, и когда инструктор говорит, ну, что тут сложного, а ты не понимаешь, где педаль газа, где тормоза, где сцепление, да, то это очень сложно, так и для детей. Поэтому, например, они не сразу могут различать, но вы знаете, коллеги, все это, я просто тогда повторюсь, чтобы было более понятно, да, структурировано, что они, им трудно даже различать, например, где фигура, а где цвет, то есть цветовосприятие еще не сформировано. И когда мы разные фигуры одним цветом выкладываем, мы тем самым демонстрируем, что вот цвет один, а фигуры разные, они по-разному называются, то тогда формируется это знание и понимание, да, о данной фигуре. Следующее упражнение, да, шарики марбл можно сортировать по цвету, то есть высыпать и говорить, давай отсортируем сейчас красненький, так как ребенок непосредственно взаимодействует с этими шариками, да, камушками. Ему очень интересно, он может их пощупать, ощутить, для него это игра, для него это интересно. И вы знаете, как дети любят камушки, если вспомните, то чаще всего вот дети, и мои родные дети, да, и дети, с которыми я работаю, они очень часто даже на улице поднимают, да, камушки там начинают как-то с ними манипулировать, поэтому это их всегда увлекает. Посортировать, да, по цветам шарики, давай эти, они могут быть одинакового размера, например, одинаковой формы, и сортировать просто по цветам, там, синий, зеленый, красный. Счет, да, ну вот как я сказала, не только можно циферки выкладывать, а просто считать, вот давай посчитаем, сколько пять синих, пять желтых, там, пять красных. С помощью шариков, камешков, марбл можно и логику развивать. Можно сделать какую-то, да, выложить какую-то картину, я не говорю про сложные картины, да, это может быть там картина из геометрических фигур, там, круг, квадрат, треугольник, потом вместо треугольника мы заменяем на прямоугольник, и просим у ребенка дать нам ответ, где произошло изменение. Так как довольно-таки это к творческому, да, такому процессу относится, то шарики яркие, они прозрачные, то это и формируется, и творческая, да, творческий потенциал у ребенка. Ну, про чувство цвета. Я сказала, да, да, вот тут, что можно ставить друг на друга, но зависит от какой они формы у вас будут, да, и предлагать ребенку понаблюдать, посмотреть, как они меняются. На память, да, последовательность выложить из четырех-пяти камней, это может, если это группа детей, например, один из детей выкладывает, ну, из шариков какую-то, да, последовательность, потом мы все это убираем и просим других повторить. Опять же, что будет интересно всем участникам, если они будут меняться ролями, да, кто-то будет, кто задает, да, там, задачу и смотрит, наблюдает, как ее выполняют, поэтому это тоже формирует такую познавательную функцию. Сейчас, Ирина, упражнение расскажу и прочитаю в чате ваш опыт, я, наверное, понимаю, да. Так, можно со словами, да, например, если животное, то там ребенок показывает красный, если растение, то зеленый шарик. Так, немножко отвлекусь на чат. Так, Ирина пишет, такой материал используем в старшем возрасте, в младшем, если... Ну, в младшем, Ирина, туда опасность, то, что они могут проглотить или съесть, я согласна. Я, это упражнение не совсем для младшего возраста, да, но это, наверное, про цветовосприятие. В группе, конечно, формировать цветовосприятие с шариками такими будет проблематично. Я согласна с вами проглотить это в лучшем случае. У меня дочка дома умудрилась орешек засунуть в нос и еле вытащили, слава богу, обошлось без скорой. Поэтому, вот, детки, да. Сенсорные мешочки. Ну, опять же, кто скажет мне, что они традиционные, мы можем остановиться на этом, но я считаю, что это все-таки нетрадиционный метод. Вот, не взяла свои сенсорные мешочки с работы, я их делала сама, ну, как бы шила. Ну, примерно вот это, опять же, картинка с интернета, я фотографию эту взяла, да. Мои примерно выглядят так же. Единственное, что они шиты из одинакового материала, то есть тут вот, смотрите, да, разные рисунки еще на самих мешочках. У меня мешочки с одинаковым материалом сделаны. В данных мешочках какой-то зашит продукт, да, там, манка, пшено, рис, гречка, горох, фасоль. У меня вот кофе и абрикосовых косточек нет, у меня вата есть, да, чтобы было мягкое. Манка, пшено, рис, гречка, горох. Я работаю с сенсорными мешочками следующим образом, да, если ребенок маленький, Полин, спасибо за опыт, да, да, с крышками, я думаю. Ну, тут можно взять камушки, да, но, опять же, если цветовосприятие на обычные камушки наклеить, просто наклеечки разных цветов, да, и давать ему, чтобы они были побольше, они будут его тоже интересовать, потому что это можно потрогать, это можно пощупать. Это немножко, знаете, интересует, потому что, почему это непривычно? Потому что где мы видим такие камушки, если взять обычный, да, камушек, например, на улице, и у ребенка это, ну, интерес проявляет больше, ему это интересно, и, следовательно, он будет к этому стремиться. Благодарю, Полин, что поделились мнением. Ага, Ирина что-то хотела написать? Она не написала. Так, сенсорные мешочки, да, у меня сенсорные мешочки, которые отдельно и на отдельном картонном листке в прозрачных маленьких пакетиках находится непосредственно тот материал, который лежит в сенсорном мешочке. Ну, например, вот отдельно пакетик у меня с манкой, отдельно с пшеном, но это прозрачный пакетик. Для маленьких детей, да, интересно просто эти сенсорные мешочки, как я говорю, утолять сенсорный голод, перебирать, щупать. Детки нейроотличные, сразу у меня иногда их очень причудливы. Они им так вот нравятся, они их нюхают и кидают. Например, вот мы используем иногда эти мешочки, вот кидаем друг к другу, как мячик. Но, опять же, я все время стараюсь следовать от потребности, то есть от ребенка, от потребности ребенка. Если он хочет поменять инструкцию игры и как бы до этого мы, да, там все равно какую-то инструкцию сделали, я всегда иду за ним, иду за его желанием, потому что так легче договориться и так легче социализировать деток. Если это детки постарше, то я сначала предъявляю в прозрачных мешочках материалы, да, и говорю, вот, пшено, мука, попробуй, например, да, мука, она же, если вы сейчас вспомните, ой, манка, ну, можно мука, да, манка, манка она мягкая, да, и мука мягкая. Пшено это что такие, кругленькие такие, помните? Пшенную кашку помните? Вот, и прошу сначала на прозрачных пакетиках, да, чтобы попробовали, а потом нашли мне этот же материал в мешочках. И это можно использовать не сенсорные, Дмитрий, сенсорные мешочки можно использовать с раннего возраста. Только что вот так, как я сейчас рассказываю, когда он будет сопоставлять причинно-следственные связи, да, мышление еще не готово к этому, просто в силу развития головного мозга. Так не получится, но он может их просто держать в руках, с ними взаимодействовать, да, их исследовать, ну, вот так. То есть тут нет ограничений каких-то возрастных. А если уже сравнивать, то есть что ты видишь в прозрачном мешочке, мы называем, что там лежит многие, даже большие дети младшего школьного возраста, они все равно, им интересно вот это соединять и искать, ну, как бы, например, тот материал, который зашит сенсорным мешочком именно на ощупь. И это не очень простой процесс, да, вот так искать. Если вы возьмете себе, ну, не будете видеть, например, ту же гречку и тот же рис, ну, рис есть продолговатый, есть такой более, как бы, круглозерный, вот такой вот рис, то это будет не очень легко определить. Поэтому, ну, кто самые умные, они, знаете, гречка имеет такой специфический запах, и вот моим сенсорным мешочком уже, наверное, года три гречка все равно пахнет гречкой, поэтому некоторые вот так мухлюют. Так что тут возрастных каких-то ограничений нет. И, опять же, они, если вы умеете, ну, или у вас есть знакомый человек, который умеет шить, это все очень легко в исполнении и в том, чтобы это сделать. Мне мотаблицы, да, следующие хотела бы рассказать. Опять же, тут традиционные, нетрадиционные, да, если будем рассматривать момент, ну, традиционно все-таки стихи мы учили, как, да, нам читают, мы повторяем. Сейчас, Ирина, вернусь к чату. Вот, поэтому мемотаблицы все-таки, я считаю, что это не совсем традиционный метод, они очень хороши для заучивания. Я вам представила вот одну такую мемотехнику, это можно использовать и для более старших детей с более сложным текстом, да. Принцип такой, что мы сначала читаем стих, потом показываем картинку, потом просим с помощью картинок стих этот воспроизвести. Вот. И так как у ребенка больше развита все-таки зрительная память, да, слухоречевая, она начинает позже развиваться, ну, и вообще, да, все мы разные, опять повторюсь, у некоторых зрительный анализатор развитый в старшем возрасте, да, например, лучше мы зрительно, кто-то лучше воспринимает, чем на слух, поэтому это очень хороший метод для того, чтобы научить детей учить что-то, да, скажем так, формирует память и это мотивирует, да, потому что это воспринимается с картинками не как какое-то строгое занятие «садись и играй». У детей, вот какие бы, да, опять же, какие дети, да, там не были, для них четкое вот это «садись и играй и делай» это все время, ну, не все время, но чаще всего это протестная реакция. Есть, конечно, послушные супердети, я таких, кстати, не встречала. Вот, поэтому даже если он протестную реакцию не показал в поведении, то где-то на уровне, да, там, головы он все равно может это воспринимать как что-то тяжелое и трудное, тем более, когда ребенок вроде игровая деятельность уже ушла на второй план, и он начал учиться в младшей школе, но ему все равно еще это тяжело, тяжело, навык не сформирован, да, четко сидеть и выполнять инструкции, там, 40 минут. Поэтому такие вот вещи могут даже младшим школьникам помогать в обучении, но только, конечно, там будут стишки и таблицы побольше. Перед тем, как расскажу следующее упражнение и как оно появилось, немножко к чату, да. Так, Ирина от полутора лет по программе тоже шила. Здорово. Ага, стаканчики от анализов, да. Ну, у меня, видите, у меня очень много материала, и для меня стаканчики ассоциируются с чем-то большим, поэтому мне, чтобы все сложить, ну, это мое, да, наверное, такое внутреннее, а так это очень, да, хорошо. И это более даже стаканчики практичны, потому что вот эти вот маленькие, да, если это маленький ребенок, он может сильнее нажать, они могут порваться. Поэтому, Ирина, спасибо за опыт. Так, от полутора лет. Ну, тут, опять же, где мы будем, да, это использовать? И раньше полутора лет навряд ли они заинтересуют ребенка, да. Можно, тут, я думаю, есть, возможно, родители, которые хотят там развивать когнитивную сферу детей. Окей. До скольки вебинар? До двух часов вебинара, Александра. Надеюсь, это не про то, что я вам надоела. Так, следующее упражнение, ну, это вот фотография моя со мной. Упражнение, которое нашла когда-то моя молодая коллега, когда я уже читала как-то на педагогах России похожий вебинар, я его туда стала, это упражнение, ну, делать, вставлять, описывать, и говорю, Маш, а где ты начала это упражнение? Она такая, Екатерина Александровна, да не знаю, это в ТикТоке какие-то корейцы там скакали, упражнения такого нет. Ну, я вот решила вам сделать фотографию. Спасибо. Фотографию, упражнение, в чем заключается? Ну, вы видите, надеюсь, понятно, да, по фотографии, фотограф из меня еще тот, хоть сфотографировала не я. Смотрите, это цветной картон, пять цветных картонок. Из них мы вырезаем большие какие-то геометрические фигуры. Ну, вот у меня это круг, квадрат, овал, прямоугольник и треугольник. Далее мы вырезаем маленькие фигурки таких же цветов, как и большие, ну, поменьше, но они могут, те тоже быть разного размера, тоже сколько хотите. Хотите шесть, хотите семь. И смысл в чем? Ребенка, ну, мы вот так раскладываем в хаотичном порядке, смысл упражнения в чем? Мы ребенку, тут может участвовать до пяти детей, ну, или там дети по кругу, если их больше, да, мы ребенку даем вот эту вот большую фигуру, которая вырезана, и его цель по таким маленьким, как бы, да, как по кочечкам фигуркам, добраться к этой большой фигурке. Ну, например, у нас у ребенка выпал треугольник, и ему надо дойти до большого треугольника, ну, вот до треугольника, да, который у нас самый большой, и положить его туда, до картонного треугольника, который лист картона, и положить туда. Но он это делать должен идти только по желтым треугольникам, не задевая другие фигуры. Здесь не очень, конечно, хорошо, вот я сейчас смотрю, ну, так как я это для фотографии делала, а не для занятия, да, разложены фигуры, то есть ребенку будет очень сложно сориентироваться, вот там желтые пробелы в одном, один ряд без желтого треугольника, то есть это надо тоже учитывать, когда раскладываешь, что формируется. Формируется и цветовосприятие, да, детей это им интересно, они это воспринимают как некую эстафету, они с удовольствием это делают. Можно, если ребенок большой, осложнить это и сказать ему, чтобы он пропрыгал, например, по этим там, да, ну, классики только стандартно, да, там было, да, похоже, где-то созвучно с классиками, но, честно вам скажу, вот вроде бы пять картонных листов, да, но еще на маленькие там фигурки, ну, пусть там 10 картонных листов, но детям реально это нравится. И можно там придумать задачу, он может не обязательно прыгать, да, ведь мы можем дать ему, если ребенок поменьше и не сформировано цветовосприятие, но это только если индивидуальные больше занятия, да, вот этот, например, кружок оранжевый, сказать, пойдем-ка пособираем с тобой такие же оранжевые кружки. У него будет визуальное, наглядное, да, вот это вот большой кружок он будет видеть, и ему будет легче сориентироваться, где такие же маленькие. Так, про это упражнение, так как пытаюсь его рассказать, да, самостоятельно и больше вот вербализировать, понятно смысл упражнений, про что, но как использовать, и как же иногда там еще будет несколько таких же упражнений, которые моя дочка из ТикТока вытащила. Я просто сама не смотрю ТикТок, ну, я немножко не знаю, почему. И я удивляюсь, как можно находить такие нужные вещи из каких-то видосиков. Так, ну, у нас не очень много времени, я хочу, вот тут будут упражнения, да, представлены из природных материалов, это каштаны, шишки, желуди. Ну, если честно, в этом году затянула, да, вот пошла два дня назад, так сказать, каштаны, шишки, да, уже все подмели, забрали, мне ничего не досталось, чуть-чуть желудей насобирала, но все, мне было некогда, я тут в этом году активно обучаюсь всему, чему не лень, и поэтому вот не до шишек мне было с желудями. Так, Лилия, мы добавили еще атрибут из твистера, ага, и дети сами крутят и выбирают форму цвета. Да, можно, не атрибут, можно, если есть, знаете, детская там, как-нибудь, чтобы вот показывала, да, что выбирают, да, тоже очень интересный вариант, благодарю вас за, благодарю, что делитесь, да, дополняете, делитесь, и очень получается так интересно. Интересно. Ну, тут вот то, что можно, да, кидать, например, эти материалы в бутылки, копилки, потом высчитывать, да, сортировать, где шишки, где желуди по размерам, прятать под стаканчики, да, каштаны. Помните раньше, ну, это вот больше кто ближе к моему возрасту, наверное, да, были такие наперстночки, они играли и обманывали людей. Но тут не смысл, чтобы обмануть, а тут сформировать внимание, да, и не обязательно это ребенку должно быть 2-3 года. Тут может ребенок, если уже есть интерес, он готов к этому, да, внутренний готов, психические функции сформировались уже от дела мозга, да, он, может быть, и в полтора года будет наблюдать. Прячем, да, каштан, стаканчик, и начинаем манипулировать, чтобы он догадался. Лучше стаканчики обозначить какими-то цветами, например, сверху сделать наклеечки, да, из той же цветной бумаги, чтобы он понимал, да, что они чем-то отличаются, и чтобы лучше, ну, интереснее было. Класс в мешочки, да, и чтобы ребенок исследовал, где что. При этом можно целое занятие, да, опять же, очень интересно, когда это в комплексе, и можно целое занятие провести, например, посвященное живой природе, изучить каштан тот же, да, показать, там, листик каштана, вот осенью очень мы делали, да, что это каштан, картинки, как каштан меняется по временам года, да, что весной это цветение происходит, там, летом начинают формироваться, да, эти каштанчики зеленые, они такие колючие, как ежечки сначала бывают, а осенью это вот уже такие каштаны, и листики, следовательно, тоже начинают желтеть, опадать, ну, а зимой каштан, как обычное дерево, коричневенький такой, вот, ну, то есть, если это в комплексе, и потом любое упражнение, вот кидать ведерочки будет интересно каштанам даже взрослым детям, потому что, ну, это такое, как, мне кажется, упражнение, которое всегда интересно. Поезд, можно из каштанчиков делать поезд, да, потом считать вагончики, каштанчики, желуди, шишечки можно использовать, как еду для кукол, приготовить блюдо в процессе, когда мы блюдо делаем, сколько же каштанчиков понадобилось для супа, опять же, все эти материалы различны по размеру, ну, тут можно, если кто-то не насобирал каштанов, шишек, да, как и я, желудей, тут можно же и фасоли, все, что угодно, но опять же, если фасоль, то вот, как кто-то в чате писал, я абсолютно согласна следить, ну, за возрастом ребенка, если это группа, чтобы он не съел, потому что фасоль довольно-таки мелкая, и чтоб никуда себе в нос там не засунула эту фасолину. Но если индивидуально, то можно в целом, когда мы наблюдаем за ребенком. Я про что? Про разное звучание. Мы, если готовим для куколок, мы можем, например, желудец, да, он меньше, и он когда будет, ну, или шишка, например, да, желудец с каштаном может быть примерно одинаково. Добрый день, Людмила. На какую-то поверхность, да, как в кастрюльку мы засыпаем, да, желуде, шишки, и какое при этом звучание, да, как меняется при этом звук, и то, что вот у нас разная форма, у нас разное звучание, да, когда на поверхность, с поверхностью соприкасается. Если наблюдали за детьми, почему им нравится, когда все падает по гремушку, да, маленький ребенок кидает и смотрит, как там, потому что они так познают мир. Это не потому, что они вредничают, а они вот с помощью этого, как она зазвенит и как упадет от пол, они так познают мир. Поэтому тут очень, ну, скажем так, можно использовать ценный груз, да, это каштанчики грузить в машинки и возить, опять же, да, стрелять в миску, попадать каштанчиком из лотка под яиц можно сделать, да, чтобы это было как мишень, и туда закрутить какие-нибудь вкусняшки и как-то подкреплять ребенка еще какими-то сладостями. Ну, тут про изюм, орехи, да, но это могут быть и конфетки, когда он попадает, брать конфетки. Так, ну, в футбол играть, сделать какие-то ворота, да, и попадать туда каштанчиком. Магазин, ну, это как вместо денег, да, можно использовать каштаны. Вообще детям, ну, опять же, возраст, да, в магазин, там вот что у нас было еще приготовить куколам, да, накормить, это больше будет, когда уже будет ролевая игра, да, формироваться, ну, то есть это будет интереснее. Когда ролевая игра не сформирована, мы можем заинтересовать, ну, как ведущий вид деятельности, мы можем заинтересовать ребенка, но не факт, что надолго. Сходить, пособирать каштаны, шишки вместе с ребенком, да, показывать ему, рассказывать, а потом сделать это, импровизировать дома, и еще можно добавить песенку, да, Мишка косолапый. Ну, я вот вам скажу, я на поиске каштанов и желудей ходила с подростками, и то им интересно, они так расстроились, что каштанов мы не нашли, а желуди так вообще, они, а вот этот их было мало, и они так забавно их искали, им так доставляло это удовольствие, я даже сама не ожидала такого результата. Ирина делится опытом, что пластиковая баночка с дырочками, да, каштан-орех, это у меня есть такое упражнение, да, ну, отнести каштанчик, если мы формируем умение инструкцию выполнять, это если вот нейроотличные дети, кто-то, опять же, кто про тьютера, да, то формирование умения выполнять инструкцию, отнести каштанчик, да, если ребенок не умеет пока что, да, не слышит и не понимает, как тут можно взаимодействовать, как можно выполнить ту или иную инструкцию. Да, Ирина, там у меня, я не знаю, не пролистнула, должно быть тоже такое упражнение, как типа сортер, только не про бутылочку, а про коробочку из-под обуви, и, да, действуют как вроде каштанчики, желуди, шишечки, орешки, они разных размеров и работают как сортер. Спасибо за то, что делитесь опытом. Так, ну, сортировка, да, что лишнее, смешаем в группе каштанки, каштаны, желуди, да, чтобы он вытащил умные окошки, делаем домик, туда селим каштанчики, желуди, там, шишечки, что хотите, может, чтобы он ребенок разложил хаотично, а потом попросить, например, в ряд разложить. Но тут, если ребенок еще внимание удерживает, можно там посчитать с ним вместе. Так, между игрушками распределить, ну, это чтобы заинтересовать больше, берем игрушки, да, и говорим, вот, давай мы, а можно, что, например, любит, да, хрюшка любит у нас игрушечное, да, там, желуди, там, кто-то, куколка, каштанчики, давай распределим. Можно ритм делать с ребенком из каштанчиков, да, выкладываем, как, ну, это, если, смотрите, тут сложность в чем, тут надо их проткнуть, то есть тут формирование, желудь, каштан, про ритм, а если мы это все даже пропеваем и в какой-то музыкальной форме или стишками сопровождаем, ребенку это очень легче воспринимается. Извиняюсь, отвлеклась на чат. Так, любовь, это вы уже ребенку показали каштанчики? Благодарю. Можно в ладошку помещать каштанчики, это можно сделать даже с группой детей, и, например, сколько каштанчиков в разную ладошку, да, можно ладошка взрослого, большого, да, большое и маленькое, считаем, да, у всех разное количество помещается, поэтому тоже как вариант для работы. Так, где-то было, Ирина, упражнение, ну, вот про то, что вы говорите, да, наверное, либо я его пролистнула и не рассказала, да, такой вариант, вот, как и Ирина, только я делаю с коробкой из-под ботинок, ну, понятно, да, что это такая картонная коробка, разных размеров окошечки и что куда помещается, да, что каштанчик, например, в окошечках желудью не пролезет. Применение и развитие когнитивных функций с использованием нетрадиционных методов рисования. Традиционные методы рисования – это то, что, когда мы используем необычную кисточку, да, а рисуем чем-то другим, ну, например, это можно оттиск из пальчиков делать, да, оттиск из ладошек, ножек, оттиск мятой бумагой с камкатью и делать такие, да, оттиски, а потом дорисовывать – это и воображение формируется. Воображение, фантазия очень важна и для социализации, и для развития когнитивных функций, для цветовосприятия, ну, и для уверенности ребенка, да, потому что когда это такое… Ну, я вообще люблю творческие подходы, я люблю очень остри сработать, вот, поэтому оттиск листьями, да, сейчас вот очень, ну, листики уже отходят, да, с одной стороны листик раскрасить, приложить к бумаге и дорисовать его сейчас вот очень актуально. Рисуночки, конечно, не мои, к сожалению, я не успела, да, я говорю, все обучаюсь, то есть это вот оттиски, ну, я взяла их из интернета, оттиски с помощью картошки, с помощью цитрусовых, оттиск, вот, посмотрите, с втулками, как интересно получается и дорисовывается. И, во-первых, что ребенку это увлекает, во-вторых, формирует, что функции, да, могут немножко по-другому быть, такой творческий процесс. И это будет больше увлекать, опять же, потому что это не будет не восприниматься, как вот сядь и учись, четко выполняя инструкцию, как какая-то угроза. С помощью вилок. Ниткография, да, когда вместо кисточки мы используем нитку, мы можем ее обмакнуть в краску, сложить листок, потом вытащить. Мы можем вообще ее как кисточку использовать, рисовать нитки разнообразные, да, фигуры. Можно толстую нитку приклеить и на основании ее обвести, да, чтобы ребенок обвел, дал ей цвета посмотреть. С листиками, если вот будете листьями, да, Татьяна, благодарю. Да, ну вот, Светлана, потому что это природный материал, им это нравится, им это доступно, можно листочки самому добыть, принести и это сделать. Представляете, какой подвиг? Но он еще у себя в глазах герой, потому что у меня дочка вот когда в школу несет эти листочки, она для нее главное, это, мам, я сейчас вот, мы же павлина будем делать, я сейчас вот хвост ему из листьев соберу и вот сделаю павлина, но она у меня такая творческая, очень творческая. Вот. Еще можно листик положить сверху листочек и восковыми карандашами подрисовать, ну так вот по контуру он будет прорисовываться и тоже очень интересно получается. Это моя дочка, это наши фотографии, это еще одно упражнение из ТикТока, сейчас вот два последних упражнения. Вот такую мышку она нашла, это губка для посуды, это распечатанная мышка, она делала сама, поэтому видите, очень ровно. Вот, ей 8 лет, ну так, чтобы вы понимали, что там мышки большие, маленькие, разных размеров. Из губки мы делаем такие надрезики, это у нас сыр. из, господи, трубочки, ну складываем, у меня не очень удачная трубочка, я вот при способлении эту мышку из трубочки складываем, трубочку вот так пополам, туда по половинке палочек для роллов, ну вот таких вот, то есть одну палочку, но пополам, и задача ребенка, да, вытащить этими палочками этих мышек. Когда он вытаскивает, он еще говорит, о, большая мышка в сыре, маленькая мышка, ну то есть такое вот, ну, занятие интересно. Дочка его нашла тоже в ТикТоке, но мне кажется, оно имеет место быть. Еще вот расскажу, что можно сделать с детьми, да, из коробки, из яиц, ну моя такая потасканная, это тоже для совместного, совместной деятельности, но это ведь можно сделать, где угодно, да, коробки из яиц насобирать в целом нетрудно. Опять же, выполняла сам ребенок, это моя дочка делала, она, делаем коробку, да, можно туда поселить вот такого цыпленочка, сверху курочку, ну тут тоже, чтобы формировалось, да, что курочка мама, цыпленок малыш, но у нас такой цыпленок, ну, так как я говорю, это авторские методы из ТикТока моей дочки, она сама заставила меня это сделать, цыпленок у нас большой, вообще лучше, конечно, чтобы размер тоже как-то формировалось, восприятие размера, и мы тут формируем тоже большой, маленький, в каждую ячейку мы делаем по такому, по кругленькому, овальному яичку, да, разных цветов, тут можно по цветам, большой, маленький, потом, вот опять же, вот видите, эти палочки с трубочкой, да, с помощью этих палочек, трубочек, надо эти еще все кружочки оттуда, отсюда собрать, да, и положить, отсортировать, можно посчитать, можно сортировать по цвету, еще вот из двух таких вилочек можно приспособление сделать, две вилочки, друг к другу положить, и обвязать резиночкой, ну вот вилочки я куда-то, последний раз мы это делали весной с детьми, после того, как дочка вот это нашла в ТикТоке, это вот фотография, но это дочкина работа, она затребовала, что все-таки как автор, чтобы в презентации именно ее фотографии, ее работ были, и вот с помощью этих вилочек получается тоже такое приспособление, с которым надо еще постараться, чтобы вот эти вот кружочки оттуда достать, это воздушный пластилин, он засыхает, и он довольно-таки твердый. Ага, спасибо, Ирин. Но я бы не додумалась, я говорю, я даже не видела этих видео, Ирин, честно вам скажу, это она вот где-то в апреле месяце мам давай делать, потом я проводила занятия с этим, и на самом деле очень хорошо идет, поэтому мне кажется, к нетрадиционным методам очень даже хорошо подходит. Спасибо за внимание, а если есть вопросы, да, Людмила, я иногда даже от этого молодец, мучаюсь, она очень творческая, ну вот, если буду еще вести вебинар, я думаю, что буду часто ссылаться на то, что она придумывает, выдумывает, и что мы с ней делаем. Ага, спасибо всем за внимание, надеюсь, вот будет что-то полезное, да, я понимаю, что многие там сталкивались с этими методами. Так, Дмитрий, люблю ваши вопросы, с исследованиями эффективность в образовании. Ну, смотрите, Дмитрий, я понимаю, да, так как методы все-таки нетрадиционные, да, есть ли какое-то исследование, как это проявляется, да, стандартизированные исследования? Нет, не сталкивалась, поэтому, я думаю, вот эти методы и отношу к нетрадиционным, да, потому что стандартизированные методы, они всегда имеют какую-то валидность, надежность, это исследование не одного дня, нельзя посмотреть на дочку и 20 моих детей, которые в этом возрасте, примерно из дочки, как они это работают, да, это нужна большая выборка. Я не сталкивалась, само исследование не проводила, Дмитрий, честно вам скажу. Поэтому я сначала и сказала, вот, сравнить группы можно, я задумаюсь над этим, я тут мечтала, хорошо, да, но опять же, это надо подобрать методы исследования, как это сравнивать, да, диагностические вот методы исследования. Я так понимаю, что вы психолог, и могу с вами вот так, да, то есть вы понимаете, про что, и если это когнитивные функции, да, исследовать этими методами изначально, да, память, внимание, мышление, провести несколько занятий и исследовать потом. То есть это очень длительная работа. К сожалению, до вебинара не успела, но я услышала вас. Так, а, вы мой коллега, да? Так, Дмитрий, да? Психолог, да, все, коллега, очень приятно. Мне, я рада, надеюсь, все мои ответы понятны вам и нет каких-то вот несостыковок, разноглазий, разноглазий. Все, прощаюсь с вами. Удачного дня. Была рада видеть вас. И все, до свидания.